Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию о силе хвалы и поклонения и обсуждаем все преимущества хвалы. И сегодня я хотел бы подчеркнуть три важных пункта. Во-первых, наша хвала благословляет Бога. Во-вторых, она дает нам много преимуществ. В-третьих, она связывает сатану и все демонические силы. Итак, в первую очередь, наша хвала благословляет Бога. 33-й псалом, 2-й стих. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Следовательно, прославляя Бога, мы благословляем Его, доставляем Ему удовольствие. Это главная причина, почему мы должны славить Бога. Библия говорит, что именно поэтому мы должны неустанно хвалить Его. Хвала должна стать нашим образом жизни. А чтобы действительно благословлять Бога, мы должны славить Его от всего сердца. Не думаю, что Ему нравится еле живая или равнодушная хвала. Бог полон страсти в Своей любви к нам, поэтому все, что без энтузиазма, не радует Его. Девятый псалом, 2-й стих, говорит нам следующее. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». А 110-й псалом, 1-й стих, провозглашает. «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим». «Неразделенным сердцем», заметьте это, «сердцем целостным». 137-й псалом, 1-й стих, «Славлю Тебя, всем сердцем моим». Итак, хвала, хвала от всего сердца, благословляет Бога. Пункт номер 2. Хвала дает нам множество преимуществ. Мы уже говорили о некоторых из них. Во-первых, хвала вводит нас в пребывание Бога, а также вводит Божие пребывание в нас. Во-вторых, хвала вводит нас в полную победу и дает нам торжествовать. В-третьих, хвала высвобождает славу Божию в нашу жизнь. В-четвертых, хвала освобождает нас от духа уныния и депрессии. В-пятых, хвала прекрасна, и она украшает нас, наш характер и нашу личность. И в-шестых, хвала высвобождает духовную силу в наши сердца, помогая нам выполнять Божью волю даже под давлением. В-седьмых, если мы постоянно живем в хвале, то мы следуем за Богом, а наши сердца все больше и больше растут в подчинении и гармонии с Богом. В-восьмых, хвала, поклонение и благодарение очень важны для поддержания и роста наших моральных качеств и характера. А теперь мы подходим к девятому преимуществу. Хвала и поклонение способствуют улучшению нашего умственного или душевного здоровья. Это очень важно. Все потому, что хвала помогает нам смотреть на вещи так, как Бог смотрит на них. Она дает нам здравый взгляд на вещи и баланс, чтобы мелочи не захватывали все наши мысли. Хвала помогает нам переключить взгляд себя на Бога. Это очень полезно. А еще она помогает разбить нашу гордость, острую надобность быть в центре всего и контролировать все. Такое отношение приводит лишь к постоянному стрессу и нервным срывам. Следовательно, хвала помогает нам развивать более расслабленное мышление. Через хвалу и поклонение мы вводим наши сердца в покой и в мир Божий. И сегодня мы поговорим о душевном здоровье. Библия говорит, каковы мысли в душе Его, таков и Он. То есть ваши мысли очень важны. Поэтому хвала играет такую важную роль. Она ключ к здоровому мышлению. Итак, во-первых, хвала дает нам здравый взгляд на вещи. Мы можем правильно судить о проблеме и ее важности. Здоровое мышление — это умение правильно соразмеряться. Если какая-то маленькая проблема оказывает на вас огромное влияние, то это нездоровое мышление. Мне нравится такое выражение. «Не парься по мелочам». И хвала помогает нам развить такой здоровый взгляд. Мы начинаем смотреть на все с Божьей точки зрения. С Божьей точки зрения какие-то вещи могут вообще не быть проблемой. В хвале мы фокусируемся на величии Бога и Его победе над врагами. Понимая Его величие и славу, мы начинаем осознавать, что наши проблемы — это ничто для Бога, и что все земное всего лишь временно, а Божие — вечно. У нас развивается правильная оценка вещей, и это дает нам душевную стабильность во время жизненных перипетий. Прекрасный тому пример — это второй псалом, в начале которого все кажется ужасным. Все силы в мире выступают против Бога и Его людей. Именно такая сейчас ситуация в мире. И если мы сконцентрируемся только на ней, то будем в постоянном стрессе. Но нам нужно посмотреть вверх и настроиться на Божий взгляд на вещи. Давайте посмотрим второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его, и против нас тоже. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Именно так и сделал псалмопевец в четвертом стихе. Он описывает, что в этот момент происходит на небе. Разве небеса паникуют? Живущие на небесах посмеются, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем, и яростью Своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Разве Бог волнуется? Разве Он говорит, «О, что же ты, Дерек, творишь? Я просто не знаю, что с этим делать». Нет, Бог смеется, потому что Он уже одержал победу над всеми проблемами. А Царь Христос торжествует в победе. Сказано, «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Иисус уже победил Свою смертью и воскресением, и сейчас Он сидит на небесах, наслаждаясь своей победой. Бог указывает на то, что Он уже одержал победу, и Он смеется над слабыми попытками врага сделать хоть что-нибудь. И когда мы видим, что небеса радуются и смеются в своей победе, мы тоже можем присоединиться к их радости. Мы тоже можем смеяться над слабыми попытками врага победить Бога. В Евангелии от Иоанна Иисус сказал, «В мире будете иметь скорбь». «Но мужаетесь» или «Радуйтесь». «Я победил этот мир». Это 16 глава, 33 стих. Иными словами, перед лицом скорби мы не отрицаем, что в этом мире есть трудности. Но при этом мы сохраняем радость. Мы должны славить Бога за Его победу. Мы должны сфокусировать свой разум не на скорбях, а на победе Христа. Так мы будем духовно сильны и душевно здоровы. Наша проблема в том, что мы слишком долго смотрим на проблемы в микроскоп. Мы увеличиваем их до тех пор, пока они не кажутся больше, чем на самом деле. Если вы посмотрите в микроскоп на крошечную букашку, она может показаться вам ужасным монстром. Но нам нужен другой взгляд. Нам нужно увеличивать Бога и понимать, что Он больше всего вокруг. Он все это видел и уже со всем этим разобрался во Христе. Если у нас будет именно такой взгляд, то мы не будем отрицать проблему, но и не будем поглощены ею в своем мышлении. У нас будет правильное к ней отношение. И мы будем с верой ждать ответа от Бога. Если мы доверимся Ему, то Он все обратит во благо. Итак, нам нужно возвеличивать Бога. А как это сделать? С помощью хвалы. Через хвалу мы обретаем здравый взгляд на Бога и на всю ситуацию. Псалом 33, с 3 по 5 стих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Итак, если мы сфокусируемся на проблеме, то вырастет страх, а если мы вознесем Бога выше проблемы, то увидим ее в правильном свете. Если бы при встрече с Голиафом Давид сфокусировался лишь на размере Голиафа, в его сердце пришел бы страх. Давид не отрицал того, что Голиаф — великан, но он сконцентрировался на Боге, который в миллиарды раз больше Голиафа, поэтому Голиаф казался ему ничем. В 63-й Псалом 31-й стих говорит нам следующее. «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии, то есть своей хвалой вы превозносите Бога». А в Исаии 40-й главе с 28-го по 31-й стих сказано, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают. И молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Итак, когда мы надеемся на Господа в хвале и поклонении, мы взлетаем так же высоко, как орлы. А у орла удивительное зрение. Он на все смотрит сверху. Он видит все с Божьей точки зрения. Если вы будете надеяться на Господа, Господь обновит ваш разум, и вы увидите ситуацию так, как Он ее видит. Это как полет на самолете. То здание, которое казалось таким большим, вдруг становится маленьким, когда вы смотрите на Него сверху, так и с нашими проблемами. Когда мы полагаемся на Бога, то видим так же, как видит Бог. И мы сохраняем душевное здоровье перед лицом проблемы. Второй ключ к душевному здоровью – это сохранять смиренное отношение, а не идти на поводу у гордости. Смиренный и расслабленный разум – это ключ к здоровому мышлению. Смирение – это правильное понимание нашего места и в наших отношениях с Богом. Противоположность смирению – это гордость, где мы хотим быть в центре. Мы хотим быть Богом и все контролировать. Но это очень нездоровое отношение, потому что мы не были созданы, чтобы быть Богом. Пытаясь все контролировать, мы начинаем стрессовать. На самом деле, гордость – это безумие дьявола, который решил, что может быть равным Богу и независимым от Бога. Гордость думает и действует так, будто бы мы в центре всего, и все зависит от нас. Гордость думает, что Бог и люди существуют только ради нас. Поэтому гордость быстра на то, чтобы обвинять Бога, когда что-то идет не так. Конечно же, потому что все вращается только вокруг нас. Бог, ты же мой слуга, что же ты творишь? Но вместо этого у нас должно быть смиренное и рассудительное отношение. Гордость отрезает вас от Божьей благодати и открывает вас для обмана сатаны. Гордость лежит в корне самого нездорового мышления, и она открывает дверь для сатаны и его негативных мыслей. В книге Иова 41 главе есть очень интересный стих, где Бог объясняет Иову, почему все это случилось с ним. Хотя с моральной точки зрения он был чист, но при этом он открыл дверь для сатаны. Бог показал ему это через откровение о Левиафане. В Библии Левиафан — это сатана. Итак, книга Иова 41 глава, 26 стих. «Он, то есть Левиафан, царь над всеми сынами гордости». Иными словами, если вы в гордости, то сатана имеет к вам доступ, потому что это его дух. А Иов поддался самоправедности и гордости, и это открыло сатане дверь в его жизнь. Но как только Иов получил это откровение, он сразу же покаялся и смирился перед Богом, и Бог благословил его вдвое больше. Лучшее лекарство от гордости — это хвала. Хвала напоминает нам о величии Бога, о том, что Он — наш Творец, а они мы сами себя создали. Он — наш источник и наша жизнь. Без Него мы ничего не имеем и ничего не можем. Хвала напоминает нам, что мы зависим от Бога. Это очень здоровые мысли. Хвала — это акт смирения, который побеждает дух гордости и помогает нам расслабиться. Мы понимаем, что нам больше не нужно все контролировать. Зная, что Бог любит нас, мы можем расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Позвольте Богу быть Богом. Вам не нужно все понимать и все контролировать. В хвале мы смиряемся перед Богом и развиваем смирение в наших сердцах. А это очень важно для душевного здоровья. Мы расслабляемся от осознания того, что наша жизнь в Божьих руках. И мы вписываемся в Его планы, а не наоборот. Мы — Его творение. И Он знает, что для нас лучше. Мы можем доверять Ему и полагаться на Него. Хвала — это провозглашение Его величия. Это способствует нашему смирению, а также признанию нашей зависимости от Него. Все хорошее приходит от Него, а не от нас. Хвала и благодарение помогают нам смиряться перед Богом и разрушают нашу гордость. Так создается расслабленное и смиренное состояние разума. Это очень здорово, когда вы понимаете, что вы не центр Вселенной, где все вращается вокруг вас и ваших прав и желаний. Хвала возводит Бога на престол и сбрасывает с престола вас. Это очень здравое отношение. Итак, хвала, благодарение и поклонение создают в нас смирение, напоминая нам, что Бог — центр и источник нашей жизни. Прославление Его имени и Его качеств приводят нас в смирение. Потому что как можно хвалиться собой, когда вы понимаете, кто такой Бог? Благодарение за все, что Он сделал для вас, приводит вас в смирение, если вы вдруг решили, что добились этого сами. Хваляясь Богом, вы учитесь не хвалиться собой. Это напоминает нам, что вы нуждаетесь в Боге. А поклонение — это наивысшее выражение смирения. Это подчинение нашей воле Богу. Давайте посмотрим с вами 45-й Псалом, 11-й стих. Этот стих говорит нам о смирении, о состоянии недвижимого покоя, в которое мы входим во время поклонения. Мы осознаем, что Он — Бог, и успокаиваемся от осознания того, что Он все контролирует. Итак, посмотрим 11-й стих. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Здесь сказано «Остановитесь». Но это не совсем верный перевод того, что имеется в виду. В оригинале сказано «Отпустите все», или точнее «Заставьте себя отпустить все». «Заставьте себя отпустить все и познайте, что я Бог». Здесь не сказано пассивно стоять, а сказано о том, что происходит в вашем сердце. Вам нужно постараться отпустить все и оставить тщетные попытки быть себе Богом. Эта инструкция расслабиться, отпустить и позволить Богу действовать. А вот что такое настоящее поклонение. Если мы отпустим все и не будем пытаться все контролировать, если мы подчинимся Богу, то так мы познаем Его. Отпустите и познайте, что Бог есть Бог. Иными словами, вы на личном опыте познаете спасительную силу Бога. А далее сказано, что Бог превознесен в народах. То есть, вы осознаете, что Бог имеет контроль над всем, что происходит вокруг. Вы входите в расслабленное состояние ума через капитуляцию перед Богом в хвале и поклонении. И далее, третий ключ к душевному здоровью — это мир, который является полной противоположностью тревоги. Когда мы фокусируемся на Боге и понимаем, что Бог — центр всего, а не мы сами, то это очень здоровый взгляд. Это вводит нас в состояние мира. А мир — это сама суть душевного здоровья. противоположность миру — это тревога, волнение, неуверенность. И все это вызвано недостаточной верой в то, что Бог любит нас и заботится о нас. Один философ однажды сказал, «Моя жизнь была полна ужасных злоключений, многих из которых никогда не было». Иными словами, нам кажется, что в нашей жизни происходит много ужасного, но это не всегда так. Прославляя Бога за Его величие, благодаря Его за Его любовь к нам, мы переходим в состояние доверия Богу и состояние покоя. Мы доверяем Ему, потому что Он любит нас. Наши сердца могут войти в это состояние благодаря хвале и поклонению. Когда мы волнуемся о ситуациях в нашей жизни, мы фокусируемся на себе, будто бы нет Бога, который печется о нас. Так мы впадаем в стресс и теряем душевное здоровье. Почему? Потому что мы пытаемся сами нести это бремя, а наша душа не была создана для этого. Давайте посмотрим книгу Исайи, 26 главу, 3 стих. Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Через хвалу и поклонение мы показываем, что мы уповаем на Господа, и это приводит к совершенному миру. Римлянам, 8 глава, 6 стих. Помышления плотские или эгоцентричные, суть смерть, а помышления духовные, жизнь и мир. Филиппицам, 4 глава, 4 стих, вплоть до 6. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Если вы будете радоваться, то следующие инструкции не будут для вас сложными. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. Мы можем выйти из состояния тревоги с помощью хвалы и благодарения. Всегда. Слышите, всегда радуйтесь в Господе. С таким отношением нам будет проще отдать Богу наши проблемы и довериться Ему. Но для начала нам нужно сфокусироваться на Боге, а потом уже возложить на Него наши бремена и заботы в молитве и прошении. Но эти молитвы должны быть смешаны с благодарением. Иными словами, молясь Богу, также благодарите Его. Господь, спасибо за то, что Ты любишь меня. Спасибо за то, что Ты изменишь мою ситуацию. Спасибо за Твою любовь ко мне. Когда мы возлагаем на Бога наши проблемы, мы также благодарим Его за то, что Он уже решил их. Господь, я отдаю Тебе эту ситуацию и верю, что Ты решишь ее или покажешь мне, что мне нужно сделать. И Библия обещает, когда мы так поступаем, наш дух и наш разум переполняет сверхъестественный мир Божий. Итак, если мы отдадим Богу свою проблему с благодарением, тогда и мир Божий, который превыше всякого ума, то есть он из духовной сферы, а не из разума. Мир Божий это духовная сила, исходящая от Бога. Ее невозможно понять, потому что она пришла из места, которое выше вашего разума. Так вот, этот мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Когда вы приносите Богу свою нужду с благодарением, то это открывает дверь для мира Божьего. А когда вы пытаетесь все решить сами, вы тем самым блокируете мир Божий. Но когда вы доверяетесь Богу и возлагаете на Него свои бремена с благодарением, это открывает ваше сердце для мира Божьего, которое будет хранить ваше сердце и ваш разум каждый день. Он будет как крепостная стена, которая возникнет в вашем разуме и сердце и будет защищать их от любых волнений. Так вы сможете жить в мире Божьем, и ничто не сможет вызвать у вас тревогу, потому что мир Божий защищает вас от мучительного страха и тревог. Стресс и тревога приходят тогда, когда мы полагаемся на свои собственные силы и на собственное понимание. Мы не были созданы для того, чтобы полагаться только на свой разум. Он слишком хрупкий, но мы были созданы, чтобы полагаться на Господа всем нашим сердцем. Хвала и благодарение это практический совет, как мы можем оставаться сфокусированными на Господе. Так мы сможем постоянно полагаться на Него и осознавать, что Он наш Господь и Обеспечитель. Чем больше мы полагаемся на свой разум, тем больше у нас стресса. Хвала и поклонение помогают нам полагаться на Господа, а не на наше понимание вещей. Давайте посмотрим книгу притчей, третью главу, пятый стих. Тут сказано, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Когда вы посвящены Богу и признаете, что Он остается Господом в любой ситуации, то Он покажет вам, что нужно делать дальше. То, что вы возложили свои заботы на Господа, не делает вас безответственным. Вы просто говорите, «Господь, Ты здесь главный». Если нужно, то покажи мне, что мне нужно делать. И Он направит ваши пути. Когда во всех своих делах вы доверяете Богу, Его мир будет наполнять ваше сердце и будет поддерживать вас. А практически этого можно достичь, постоянно прославляя Бога и благодаря Его. Так вы сможете полагаться на Него, а не на свой разум, что приведет к улучшению вашего душевного здоровья. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и в 18.00 по адресу, который вы видите на экране.